оба всем здарова рад приветствовать меня зовут андрей и сегодня мы продолжаем названием ненасытные дьяволы история свой не тот режем кромсаем продаем если можно так сказать короче перед началом ролика всем желаю приятного просмотра не забывайте свое время наставить лайки чтобы скорее вышла следующая серия с последней вкусняхами погнали так улучшение прибыли за 139 клиентов задних 21 давайте смотреть мои дорогие сорокники как я уже упоминал в предыдущем письме я давно слезу за вами и честно говоря вы заинтриговали меня еще до того как прибыли сюда и за люблю лейк дело в том что я лучший знаток в вопросах еды и выборе ресторанов именно так я узнал что вы держали держали весь мерсисайди небольшое заведение которое приносило отличную прибыль к сожалению однажды что-то пошло не так местные конкуренты обвинили вас продажи крысиного мяса что нанесло серьезный ущерб репутации вашего бизнеса это событие было освещено в прессе и вы знали что вскоре местные власти затеют расследование но внезапно случилось пожар интересно кому из вас пришла в голову это блестящая идея ваша лавочка сгорела дотла и от нее не осталось ничего кроме двух неподлежащих опознаний трупов в хозяйстве с хозяйской одежде вы решили что вы все решили что вы мертвы но полагаю к тому времени когда все произошло вы уже сидели в поезде уносящимся прочь просто гениально должен признать я тоже чуть не попался на эту удочку чуть позже некая таинственная пара с гордостью предлагавшая покупателям лучшие мясные пироги в городе открыл новую лавку саут полки кроме того многие из моих друзей рассказывали что удостоились возможности насладиться приятной компанией владелицы лавки прелестные женщины конечно конечно все это могло быть просто одним огромным совпадением две разные пары в двух разных местах и в этом нет ничего подозрительного но у меня кое-что не складывалось мои подозрения подтвердились сейчас потерял мы продолжаем подтвердились когда лавочка south полки закрылась вы были замечены покидающими город большой спешки с одним небольшим чемоданчиком примотаю какие длинные письма так с одним большим чемоданчиком неужели кто-то раскрыл ваш секрет и догадался чем вы занимаетесь на самом деле и вот теперь здесь хизер blue wake та же самая история нездешняя семейная пара готовит так что пальчики оближ я провел свое расследование чтобы прояснить все для себя и раз и навсегда и в ходе слезки за вами нисколько не удивился когда понял что не все покупатели заходящего вашу лавку покидают ее я обвиняю вас я не обвиняю вас ни в чем конце концов ваши дни сложно найти качественное мясо джей так нам нужно значит помнить бы как играть так а может нам купить улучшение я улучшение я не туда нажал так давай загрузимся да да так письма мы читали я не хотел открывать вот это письмо прочитали вот улучшение стейк давайте вот стейки откроем потому что вроде как я понял а 50 стоит понятно 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 помидоры 50 сосиски так что делать духовка 1 давай еще одну духовку обрелять короче мне нужно 50 чтобы открыть ладно давай ты вот это ты сюда вот сюда этого сюда здесь значит надо готовить убей фарш сюда и это сюда в принципе тогда можно открыть открываемся отсюда это да 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 давай это да хватай ты уже давай бери и вот сюда так и у нас вот сюда вот сюда вот идей так одежку купили сюда вот 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 этот хватай так вот 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 сразу давай сюда относи так ну сразу туда давай пошли готовить так нам надо нафармить опять на сюда и давай фарш сразу сюда опять фарш да хватай сюда давай быстрее 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 вот это давай сюда так ты блять опять одежду забрать вот этого давай на переработочку так хватай сюда в смысле нет ну положи туда так надо быстрее мчать раскладывать так вот у опять одежды нету давай это сюда да что ж так посмотри белька сейчас положим и давай блять я не успеваю вот это вот опять хватай быстрее 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 хватай на манекена вешай сюда так и давай за уборку блин надо было поставить еще так ты давай муку да и муку вот сюда фарш вот сюда сразу чтобы обратно не ходить давай вот это сюда поставим так опять у нас там с манекена спидели до одежку да не туда вот сюда я имел ввиду вот и вот это вот сюда давай ставить так здесь ты убрал давай сюда мне нужна ткань да я знаю что тебе надо все это шьется вот сюда давай да блять да у тебя свободные руки хватай оп и сюда на манекен и вешай так 42 доллара так ведь здесь у нас уже не хватает ну не доллары да не доллары что это нахуй я не успел мерки снять блять ёб твою мать перси вальс тейлор шоп пожалуй пора ухода пойду в внутрь жди меня здесь не сделаю бегать во грешниях пропадают судьи и я бы на твоем месте не бродил по округе раз вы мистер иерменс я буду раздать вашу леч Возвращение мистер Эллиот, я ждал вас. Здравствуйте, Перфиол. Пожалуйста, встаньте перед зеркалом. Мне нравятся люди, которые не тратят много времени зря. На этот раз я направляюсь в опасное место, а полно диких зверей, мне понадобится мое лучшее ружье. Иначе не успеешь огорнуться, а у тебя уже повалили на землю, чистые и восхитительные создания. Хотя в виде чучела над камином они нравятся мне гораздо больше. Уверен, вы понимаете, что я имею ввиду, Перфиол. Да-да, понимаю. Я привык зарабатывать. А, не тем голосом, простите, простите. Да. Я привык зарабатывать на жизнь охотой. Но я не люблю ружья. Я лучше дождусь, пока железы попадутся в расставленные ловушки и завязнут там, как мухи в паутине. Затем я заколю их до смерти. Никогда бы не подумал. Ну, мне казалось, вы всю жизнь работали партнером. Я предпочитаю не упоминать об этом. Хотя, думаете, думается мне в этом городе все тайно. Рано или поздно становится явным. Кстати, возможно, вы знакомы с человеком, который носит прозвище Мистер Джей. Раз уж вы такая известная в городе личность. Это весьма резонный вопрос. Моя слава всегда на шаг впереди меня. Конечно, я знаком с людьми, имя которых начинается на джи. Но и целой тетради не хватит, чтобы всех их перечислить. Подумайте, как следует. Кто-то, кто вас ненавидит. Или с кем вы не сошлись характерами. Меня все обожают, Персиваль. А вы утомили меня этими разговорами. Может, кто-то желает вам смерти? Достаточно. Хватит нести чушь. Но с моей стороны была ошибка приехать сюда в эти трущобы. Как всегда, от хороших манер ничего хорошего не жди. К счастью, ты меня чертовски бесишь. На, сука! Ах ты, сука! Еще сопротивляет, смотри. Опа! И что они, блядь, пошла? Тебе, пизда, блядь. Этот тип не на шутку действовал мне на нервы. Нам не следовало приезжать сюда. Лучше бы этому, так называемый мистеру джея, припасти для нас награду получше. Теперь нужно найти место, чтобы спрятать труп этого придурка. Вместо похолоднее. Это самое холодное помещение в доме. Труп здесь будет в целости и сохранности. Да, заебись нахуй местечко, я вам скажу. Что ты здесь делаешь? Доброе утро, сэр. Извините, что беспокою вас. Вы случайно не знаете, куда поделился мистер Эллиот? Он сказал мне подождать снаружи, но я на минутку зашел в паб внизу. Оттуда заносились такие аппетитные запахи, я был ужасно голоден. Затем Добрый Риди дала мне пирог. Он был очень вкусный. Но у меня нет с собой ни гроша. Поэтому я искал мистера Эллиот, но его нигде нет. Нет, он вышел из лавки. Он ушел несколько минут назад. Ох, неужели? А он не говорил, куда собирается пойти. Мне ведь нечем заплатить за пирог. Он ничего не говорил. Но я уверен, он вернется за тобой, мальчуга. И не перерывай по поводу пирога. Считай, что он был за счет заведения. О, спасибо, мистер. Вы так добри ко мне. Однако не думаю, что мистер Эллиот вернется. Вероятно, он злится, что я его озвучился. Он купил... Он купил меня легко найдет мне в замену. Тогда найди себе другую работу. Без денег в этом городе долго не протянешь. Не все такие щедрые, как я. Это точно. Может, вам нужен помощник? Я схватываю все на лету? Я подумаю об этом, мальчуга. Тогда я приду. Большое спасибо. Тогда я еще приду. Давай, вали. Хилдред, возможно, понадобится помощь в пабе. Возможно. Блять, сука, 4... Ёб твою мать, не хватило, нахуй. Положи, нахуй, обратно. Сначала... Да, блять, да отъебись ты, нахуй, положи. Ну, положи, говорю. Бесишь, нахуй. Что, теперь вот это, бери. Вот сюда, блять. Ты, пироги свои, нахуй, ебаные. Вот сюда вот выкладывай. И не пизди. Да хватай. Это сюда, нахуй. Иван, что-то там стоишь, нахуй. Давай, пироги, да, печь, что-то. Это сюда. Это сюда. Сразу хватай. Вот сюда. Так, у тебя там все готово. Готовчика. Так, сразу фарш. Вот сюда. Это сюда. И вот это. Да, блять, да. Я тебя туда посылал? Не посылал. Какого хоя ты делаешь? Давай это сюда. Сразу. Вот этого. На переработку. Вот так. Ебок. Давай сразу и второго переработать. Блять, ну у нас тут мясо прям доебетенно нахуй. Давай переработаем. А то, блять, там не будут заходить, нахуй, тут ебать не будет. Давай. Там же по три куска, да? По три фарша получает. Кстати, а улучшение чуть-чуть добавилось. В ателье украденная одежда. Столики, столики, столики. Стойка для блюд, можно декор. Просить пап, чтобы увеличить время ожидания. Помощник появился. Ааа, вот этот пиздюк, блять. За 70. Так, ладно. Сначала мы... Я так понял, короче, если мы будем делать стейки, сосиски там всякие, у нас будет место еще. То есть вот этих трупов уже не будет. Ладно. Давай. Хватаем. Открыть лавку. Ты вот сюда вот пока встань. Сначала сосисоны. Не сосисоны, а стейки. Посмотрим, что там у нас будет. Так, вот клиенты пошли. Оу. Так. Ага. Один манекен раздели. Туда сразу повесить. Давай. Давай. За мукой. Оп. Вот сюда. Парш. Да, блять. Да положи ты его нахуй. Оп. Давай это сюда. Сразу запекать. Так, вот это вот хватай. И беги туда, ты. На нахуй. Оп. Так, что там у нас. Там все, там полная. Давай сразу на пошив. Пока шьется уборка. Блять, ну у нее гораздо больше рабочего. Да? Так, ты иди сюда, давай. Иди муку. Вот это. Хватай одежку. Вот сюда. Вот. И сразу еще один пошив сейчас сделаю. Да положи ты нахуй под нос, блять. Хоть ты его взяла пустой, блять. Вот сюда. Давай фарш. Хватай. Вот сюда. И вот теперь можно ее. Здрасте, блять. Так, ладно, давай. Это на пошив. А эту. Да нахуй. Так, опять, смотри. Не хватает. Опять. Быстро прям разбирают. Памни, как в песне пирожки ловит. Я же рассказывал в прошлой серии про песню. Целая пьеса прям была у короля и шута. Суини тот. Так, это хватай. И давай вот сюда вот пиздуй, вешаем нахуй. Так, ты, ты че, блять. Все, вот тут опять. Ой, блять, тут ебать, пиздец, нахуй. И то, и то, блять. Прям, блять, не успеваешь, нахуй. Ну, ты взяла муку, блять? Ёх, твою мать. Вот сюда. Фарш возьми. Так, время, время, время. Конец рабочего дня. Все, сейчас возьмем стейки. Будем делать. Труку, блять, некуда скидывать. Самый дешевый в мире обед. Пирожки вовет. Я вспомнил, вспомнил, как это, как это, как это, как это, как это, как это, как это песня пелась-то. Да, 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 вот из этой же истории. Давай, это сюда. Фарш. 82 фунта стерлингов. О, здрасте. Так, ему надо освободить руки. Да, блять. А, чем освободить руки? Понял, понял. Давай, вот это. Забирай. Вот сюда. Блять, я... Сути, расъебалась. Вот так вот, блять, не успел, нах. Ну, и хуй с тобой, блять. Как говорится, клиенту за день. Прибыль за день 35. Да, блять. Улучшение письма. Давайте посмотрим. Ну, я нажал на письмо. Я очень счастлив, что вам удалось его прикончить. Должен признаться, я еле устоял при воскушении немедленно присоединиться к вам и насладиться блюдом. Ну, сдержался, понимая, что только все жертвы сделают трапезу идеальной. Я убежден, что буду вознагражден за это ожидание. Мой отец частенько говорил, что терпение – это главное добродетель. Никогда бы не подумал, что соглашусь с ним. Этот старый ублюдок так и не смог стать хорошим отцом. Он бросал меня одного наедине с прислугой, постоянно осыпая бесполезными подарками. В то время, как мне был нужен он сам. Когда он умер, я унаследовал его огромное состояние и усердно рассчитывал, и растрачивал его деньги. Дорогие друзья, вы были бы почетными гостями на моих вечеринках. Пирушки с богатейшими людьми города, превосходная еда, женщины, музыка. Эх, старые добрые времена. Хотя это было так давно, я был просто глупым мальчишкой. Сейчас мои вечеринки стали намного тише. Нужно понимать, когда стоит притормозить. Под скриптум. Каково это убивать кого-то? Должно быть это ужасно. Я бы никогда не решился такое. Джей. Пошел нахуй. Так, стейки. Да блядь не то. Фух, слава богу. Слава богу тут держать надо. Так, 32 у нас еще осталось. Сосиски. Блядь, вот на сосиски не хватает. Или копим на помощниках. Будем смотреть. Духовка. Разделочный стол. Толк для стейков. Производит больше. Ну давай. Ааа, манекен надо было. Блядь, ты что-то такое? Чего? Ааа, ну чего, блядь. Понял, да? Интересно, а стейки они дороже будут или что? А ну-ка, по... Ниху... Нихуя себе, блядь. Нихуя себе. Ебануться, блядь. Как тебе такое? Илон Маск, блядь. Ебать я в ахуе. Едесно говоря, у меня... О, кстати, смотри, пять стейков получается. Заебись. Сейчас еще посмотрим, что они вообще по цене. Вот это да. На, 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 нахуй. Ебать, вот она, конечно, вожатная, ебать-бадёха. Ебок. Да, блядь. Так, нам надо... Освободить. Вот сюда вот давай. У этого все. Все нормально. Открыть. Так, иди, хватай стейки. А, рецепты, подожди, стоп. А, стейки, они просто так готовятся. Он сразу без муки, без всего, там, без добавления. Блин, да что ж такое? Доложи, да ложи-то сюда, блядь. Оп. Я хочу посмотреть, сколько стейки будут стоить. Вот за эти у нас сколько берут за пирожки? 1,4, да? 1,4. Которые просто, вот просто из фарша, они 0,9 стоят. Так, все, стейки готовы. Как раз вот туда вот сейчас там заберут. Вот, прям вовремя. Все, иди сразу тут готовь. Здрасте. На нахуй. Так, давай сразу туда. Манекен нарядим. Так, ну, не что. 1,65. Значит, все-таки стейки повыгоднее, правильно? А там 1,4. Все. Все понятно. Понято, принято. Так, что сейчас делаем? Купим на помощника? Я думаю, так. Оп. Так, ты давай, давай, давай. Или сосиски там купить? Вот эти вот сосиски там что? Так, давай уборку. Так, стейк. А, стейки есть. Да, блядь, положи тогда. Положи. Стейки. Давай вот сюда. Уборка завершена. Так, хватай. И сюда. Так, ты там разложила все? Разложила. Значит. А что у нас одна духовка? Просто занята, блядь. Оппа, давай это сюда. Хватай. И сюда. А вот это... Сразу вот сюда. Здрасте, блядь. На нахуй. Да, ну давай вот это. Такая не возьмем. Сошьем. Этого, блядь, разъебем. Блядь, люди и ходят, и ходят, и ходят, и ходят. Смотри, какие, блядь. Ненасытные, блядь. Блядь, стейки прям улетают. Смотри, прям за милую душу. Оп. Так. И вот сюда вот. Так, а у нас тем временем подходит время к концу. Ну, конец дня, вернее. Что мы там, на помощника копим, да? Блядь, у меня манекены пустые, смотри. Оказывается, внезапно, да? Оп, сюда. Там, смотри, какой висит. Красавчик, блядь. Так, последние клиенты. Ты че стоишь? Давай вот сюда. Тут заебал, нахуй. На, нахуй. Вот это вот, хватай. И вот сюда вот вешай. Так, вот это, вот сюда. Блядь, стейки прям, смотри, какие. Мне прям понравилось. На них прям фармить можно. Пускай, как бы, там, немножко они, как бы, дороже, но, тем не менее, гораздо выгоднее уходит. Я очень хорошо помню момент, когда эта идея зародилась в моей голове. С балкона моей спальни открывается потрясающий вид. И когда туман сгущается не так сильно, городское кладбище представляет передо мной, предстает передо мной, как на ладони. Однажды я просидел, глядя на него, пока совсем не стемнело. В ту ночь мне совсем не спалось. Я мог только лежать в темноте и думать о том, что такие трудные, отчаянные времена, столько... И отчаянные времена... Столько мяса пропадает впустую. Такой человек, конечно, блядь. Человек говно, блядь. Будем его звать так. Джейхи. Просто бессовестно отдавая такую отличную еду, прожорливым червям, Простудивая библиотические, биологические энциклопедии, я пришел к выводу о том, что в природе многие виды животных поедают себе подобных. Очевидно, только люди обделяют себя, отказываясь от этой привычки. За интригованную этой идею я решил отведать человеческую плоть, но раздобыть труп – непростая задача. Сначала я попробовал в городской больнице трупов для исследований и анализа у врачей сейчас навалом. Я попросил знакомого выкрасить для меня покойника, но он отказался наотрез. И даже попытка подкупить его не увенчалась успехом. А вот с могильщиком все прошло немного проще. В результате я стал обладателем трупа-бродяги, исчезновения которого никто не заметил. Я приготовил его тело на своей кухне, и с тех пор, как я попробовал человеческую плоть, я понял, что не могу остановиться. Мне хотелось еще и еще. Однако позже окружающие начали что-то подозревать, и, к моему огромному сожалению, мне пришлось остановиться. А теперь вы здесь. Это просто подарок судьбы. Я искренне надеюсь, что банкет оправдает мои ожидания. Джей. Сука, петух нахуй. Кто давно на моем канале видел, как я играю в этот самый... Господи. Да возьми ты, блядь. Дэйс, вот, там тоже можно человека на стейке порубить, съесть. Но ты долго не проживешь. У тебя, короче, хокундер съезжает. Так, все. Давай, у нас вот идет подготовка полным ходом. Кстати, смотри, 4 стейка, да, у нас? Так, это мы сразу вот сюда. Да. Вот она, кровожадная, сучара, блядь. Да. 8. Было 4 стейка. Так, улучшение. Будем покупать сессисона? Нет? Улучшение, улучшение. Стол для стейков. Сессисона, 35. А, вот, давай, нам, в принципе, некуда больше на труп отдевать. Новые рецепты разблокированы. Рецепты. А, смотри, 3 звезды. Фарш, мясо. Вот. Вот. Сейчас мы вот это и будем делать. Значит, оно по-любому дороже. Правильно? Правильно. Оп, давай, сюда. Что там у нас? Мясное ассорти. Короче, фарш, стейк и сосиска. Отлично. Так, за уборку. А, стоп, стоп, стоп. Давай сначала вот это поставим. Сюда. Блин, я, кстати, пропустил, да, как она там? Ладно, сейчас посмотрим еще один. Оп. Давай. Нихуя там, ебать, у нее нахуй. Ебать, такие сосиски. Пиу-пиу-пиу, ебать. Охуеть. Кстати, кстати, а там же, наверное, улучшение сосиски. Сосиски. Мясорубка. Машин для набивки колбас. О, 20. Производит больше колбас. Понятно, понятно. Да-да-да-да-да. Я так и думал. То есть, сейчас она по две делает. Надо будет там штучки по три, наверное. То есть, ну, не хватает пока. Бать, конечно, кровавая история, но... Кстати, мне сейчас интересно... Сейчас давай вот этот труп переработаем. И я хочу сделать этот самый... Вот это. Мясной ассорти. Парш, сосиски и стейк. Смотреть, что у нас там будет. Так, ну, смотри, от трупов все-таки мы избавились от всех. А то, блядь, из-то, блядь, места там не хватает ему, да, блядь? Ну, хватай. Вот сюда. Ну, я так понимаю, чем больше звезд, тем... Вот, в рецептах. Вот, видите, здесь одна звезда просто. Здесь две звезды стейк. Сам по себе две звезды. А здесь аж три. А, стоп, там чё, чё-то? Нет? А, ну, и здесь двухзвездные есть. А, вот они, сосиски, блядь. Сосиска с мукой тоже две звезды. Всё, всё, тогда делаем трехзвездочные. Правильно? Правильно. А ну, и дороже будет. Вот это берем вот сюда. Здесь у нас всё готово. Откры-ва-е-мся. Так, вот эти стейки можно сразу взять. Вот сюда прийти. Я хочу, в принципе, готовить самое-самое дорогое. Нахуй нам готовить... То, что не продается, правильно? Всё. Ждём. А ты... Я не понял, а где она есть? Где он у нас? Так, 1,4. Это он старый купил, да? Давай. Я её не вижу вообще. Куда она делась? Так, хватай. Сюда. Блядь, где она есть-то? Я не понял. Что-то она пропала, блядь. Куда она, нахуй, делась, блядь? Сюда ступилик там, ебать. Пизданулась, нахуй. Я не пойму, где она есть-то, блядь? Да ты идёшь или нет? Ты чё, тварь? Ебать, я вообще не понял. Чё с ней произошло? Может, чё-то с ней случилось, блядь, по сюжету? Может, она там за ступенек, блядь, ебанулась, нахуй, а? Может, инфаркт? Ну, нету её, нихуя, блядь. Я чё могу сделать, блядь? Инфаркт Микарда, блядь! Блядь, да и... Ну, как твоя мать? Она вообще не кликается. Смотри. Здрасте, здрасте. А, нахуй. Всё, всё, нету там никаких, ни булок, блядь, ни хуя, блядь. Слушай, ну, блядь, ну, беги за ней, да. Блядь, да я сеньхуй, нахуй. Там нету ни хуя, блядь, и некому, блядь, всё это делать. Вот это хватай. Сюда. Может, её уже загреблить? Кровожадную слуху, блядь. Вот это хватай. Пидорасить. Блядь, куда, блядь? Ну, реально, ну, а чё я могу сделать, нахуй? Да ничего я ни хуя не могу, блядь. Слушай, ну, все, блядь, её стоят, ждут, нахуй. А я чё могу, нахуй. Может, надо, блядь, помощника купить, нахуй. Ну, чё, блядь, я в душе не ебу, нахуй. Да я, ну, блядь, вообще не кликается, нахуй. Я не знаю, блядь. Может, блядь, а-а-а, сохран... Нет, не уверен. Последние клиенты, всё, всё, блядь, уёбывают, нахуй. Короче, в итоге она сегодня проебалась весь день, нахуй. Ох. Так, ничего у нас там... Машина для набивки колбас, 20. Карти из-за того, что она проебалась весь день. Манекены, 30, сука, не хватает. Столики. Стойка для блюд. О. А чё это? Сам, сам себе дизайнер. Украсить пап, чтобы увеличить время ожидания. Давай, стойку сначала сделаем. Манекены следующие у нас забыл, кило, да? Возобновить. А, не-не-не, стой. Так, ты где есть, сучара, нахуй? Вот, ты... Блядь, карти по ходу придётся вернуться, да? Играть. Блядь, вот тебе, пожалуйста, стоит, нахуй. Стоит такая, как ни в чём не бывало, блядь, да? Чё у нас там, колбасы есть, блядь? Это какого? Манекены наряжены. Ой, ты, блядь, сучара, нахуй, всё пусто, блядь. Иди, блядь, готовь, нахуй. Блядь, такая прям... Ух ты, сука, проёбывалась, блядь, ходила весь день, нахуй, а? Так, значит, 1,65, да, у нас было? Куда? Ещё одну колбосятину вот сюда. И стойки. Сюда? Да сюда, говорю! Сразу давай запекать. А, кстати, смотри, у меня 45... 45. Значит, вот этот день не сохранился. О, вернее, ну, в смысле, улучшения вот эти не сделались. Так, улучшения. Улучшения. Так, помидоры, 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 овощи. Пиздоедет кобыль. Пусть на скорой помощи. Так, стойка для блюд, да, вот это мы сделали. 20... 20... Декор. Блядь, чё помощник делает? Может, у помощника находим? Декор. Ну, давай декорку сделаем. 0,1. Пункт стерлингов у нас осталось. Так, этого хватай. Давай, в сосисон и его. А, так, смотри, нам ещё тогда два подноса надо сделать, да? Сейчас мы туда всё переработаем. Я тогда сейчас всё подготовлю, переработаю и... Откроемся. Так, это сюда, туда, туда, давай быстрее. Надеюсь, ты теперь не зависнешь. Давай, давай, быстрее раскладывай. Потом сюда. Не, помощник нужен. Блядь, только я не знаю, как он на кухню будет заходить, а? Интересно, да? Да, всё. Это нам надо, блядь, сейчас... Ебать, а нам мяса тогда не хватит, ну. Нихуя себе. А может, она там стояла, блядь, а я не видел. Ну, по-моему, она где-то там за текстуру, наверное, провалилась. Так, здесь у нас есть. Давай, пизуну, фарс нахуй, бери. Сюда. Сюда. Мне, кстати, интересно, прям, вот, сколько будет стоить этот мясная тарелка. Оп. Вот это сюда. Вот это. Опять сюда. Нам стейки нужно делать. И фарша у нас нет, да? И фарша тоже нету. Так, сейчас как раз... Что будем делать? Давай, сейчас посмотрим, сколько эта вся залупа, залупень нахуй будет стоить, нахуй. И потом, ебать, уже определим, выгодна это мясная тарелка или нет. Давай, туда. Отлично. А, не-не-не, муку не надо. Так, иди, стейки бери. Вот сюда. Добери. Да, бери. Оп, сюда. Сюда. Не знаю, ребят, вырезать, не вырезать. Ну, короче, если что, вы пишите в комментариях, там. Вырежет нахуй. Хуйню, блядь. Вот эту подготовку я буду вырезать. Сделал мне нравится. А то, мало ли, кому-то может нравиться, блядь, это вот. Ну, блядь, сама по себе игра, блядь, охуительно, блядь. Не знаю, мне прям заходит. Кровожадная, конечно, блин, ну. Ну, я очень доволен самой. Самим процессом. Вот это вот, это как-то прям. Не знаю, как объяснить. Ну, короче, в общем, мне нравится. Рекомендую. Оп. Вот этого давай сюда. И, в принципе, мы готовы к открытию. Поехали. Там у нас все готово, да, там стейки у нас. Вернее, мясные вот эти вот. Мясное ассорти. Так, покупатель, давай, вот это. Сразу сюда. 3.35. Охуительно, блядь. Охуенно. Все, все, фарм пошел. А, не надо, не надо, положи, положи наху обратно. Ебать, да это охуительно. Прям вообще. Ага, у нас уже 3 тарелки забрали. Так, давай. Вот сюда иди, выкладывай. Бля, сейчас, ебать, вообще прям пиздец наху. Заработаем. Оп. Смотри, 11. Там уже, блядь. Прям, блядь, отбоя от клиентов нету. Сразу вот сюда. Сразу сейчас еще с ассессона. Нын, нахуй. От клиентов отбоя нету. Так, вот это хватай. На манекена. Так, ты давай сразу к готовке. Приступай. Здесь у нас. Так, а нам фарша не хватает тогда. Че? Нам фарш тогда закидывать. Давай сюда. Вот это. Сюда. Давай туда. Скидывай, скидывай, скидывай. Быстрее, убирайся. Манекен. Надо срочно манекены покупать, чтобы зарабатывать пассивный доход. Правильно? Правильно. Давай, хватай. Вот это сюда. Сразу за уборочку. Давай, давай, давай. Так, фарш. Фарш. Вот сюда. Все, убрался. Давай, это хватай. Сюда. Блядь. Прям вообще, я прям доволен. Смотри, 3,45. Уже 45,5. Заработали просто сзади. Охуенно, охуенно. Все, бизнес прет. Опа. Давай, все. Здесь стейки у нас готовы. Там мясная тарелка. Давай, давай сюда. Охуенно. Единственное, в ателье, да, у нас не особо готов. Так, сейчас. Стопэ. Стопэ. Может, я просто не успеваю, да? Не успеваю. Ну, а и вот это вот сейчас. Ебок. Так. Сосису. Вот сюда. Я просто не успеваю. Он, по идее, должен больше, правильно? Вот так у нас не хватает, ебать. Давай, сюда скидывай. Блядь. Сюда. Оп. Давай, давай, пидарась нахуй. Да. Вот это да. Да, блядь, смотри. У нас и одежды уже не хватает. Так. А нам надо прям... Нам прям надо... Так. В это самое расширяться. Надо еще манекенов, блядь. Ух, ебать. Так, давай. Надо на переработку. Так, последние клиенты. Сюда вот фарш. Блядь, а что так... Что-то людей наху мало. Да? Раньше, блядь, он говорил, типа, блядь, некуда девать наху. Нихуя вы заработали. Нихуя. Глянь, глянь, глянь. 81, блядь. Заебись. 80 ровно. Вот это мы молодцы, блядь. Вот это да. Так. Дорогие мистеры и миссис Роуд, вот и пришло время для второй жертвы. Перст судьбы угазал на моего старого приятеля Ирберта Уэстона. Единственного человека, который любит поесть не меньше, чем я сам. На днях я принимал его в гостях и речь засла о вашей лавке. Я рассказал им о ваших кулинарных достижениях и о костюмах, искусно шитых персевалем. Он сразу же заинтересовался и сказал мне, что обязательно посетит вас. Я люблю этого человека всеми фибрами своей души. Мой брат, которого у меня никогда не было, съесть его будет самым искренним жестом дружбы и призмательности. В этот момент мы станем одним целым. Подскриптум надеюсь, на этот раз процесс пройдет быстрее. Все это ожидание нервирует меня, Джей. Вот это сучара, блядь. Так. И куда нам это закидывать-то, блядь? Блядь, а таких мы прям... Помощника нанять? А? Наймем помощника. Давай, чего меньше, туда и кидаем. Правильно? Нэ, нэ, ссык. Блядь, вот она кровожадная, ебать. Я в ахуе просто. А, так, а ты, коли стоишь, блядь, давай, манекены свои одевай. Блядь, одеваем? Блядь, покупаем помощник или... Или что? Или манекены покупаем? Улучшение, блядь. Вот, сука, вот там ничего не делает, да, пока? Столики, что, блядь, за столик? Декор. Тридцать. Просто, пап, чтобы увеличить время ждания. Но у нас пока вроде как... А вот помощника я бы не отказался. Он, так я понял, будет... Это, захода. Наймите помощника. Давай попробуем. Так, нам еще теплицу надо. Столики, елики. Так, 11. А, это наш помощничек, блядь. Здравствуй, проходи. Персиваль мне о тебе рассказывал. Добрый день, меня зовут Ёш. Я был слугой Элли Утанау. Я больше не работаю на него. Он ищет. И я не знаю, куда он поднимался. Люди всегда приходят и уходят. Добрый мистер Персиваль. Как припомнили, при прошлой встрече, сказали мне, что я мог работать здесь у вас. Да, мне нужна помощь здесь, в фабе. Если ты будешь выполнять все мои приказания, тебе хорошо заплатят. Я заделаю все, что вы попросите, мэйб. Пойдем со мной, я тебе все объясню. Это стойка для блюд. Ленты будут брать отсюда все, что захотят. Тебе нужно будет просто ставить сюда все подаваемые мной блюда. Отлично. Я буду поднимать блюда при помощи пухонного лифта. А, у нас лифт еще есть. Нихуй. Блядь, вообще заебись. То есть она не будет нахуй бегать теперь. Блядь, вообще. Пушка. Все просто, не так ли? Да, я все понял. Также не забывай принимать заказы у посетителей, когда они усядутся за столик. А, это ебаные столики. Все, все, теперь я... Короче, за столики. Это будет отдельно... Нам придется, короче, эти столики, когда мы их откроем, будут заказы. Только непонятно, а что они там... А, ну, скорее всего, там рецепты же, еб твою мать, точно. Короче, разные рецепты. И что они попросят, то, блядь, и надо будет там срочно готовить. Я понял, как это работает. Ладно. Я буду готовить то, что они попросят. И подавать сюда блюда. Если будет большая запарка, решай, кого из клиентов служит первым. Богатые клиенты, навязываю. Хорошо. Я проворный, я справлюсь с этим. Еще важный момент, джин. Я хотел бы в будущем прикупить бочку джина для клиентов. Подавая клиентов за столом по бутылочке джина, если они начинают скучать. То есть, надо будет... Мне уже намекают, что у меня что-то там еще окупить, да? Чтобы у меня не было больше... Чтобы у меня было больше времени на прикодавление блюда. Вот и все. Короче, я все понял. Вам нужна помощь на кухне? Я забыл озвучить золотое правило. Я запрещаю тебе заходить на кухню. Запомни это накрепко, иначе я выкину тебя. О, не беспокойтесь. Либо Персиваль тебя продырявит нахуй. В прямом и переносном смысле. Я не буду спускаться на кухню. Отлично, ты мне нравишься. Думается, мы сработаемся. Я уверен в этом. Я уверен в этом. Может, моя жизнь станет немного легче? А вот это... А, это лифт, ебать, как раз, да? Вот это лифт. Улучшение письма, письма. Как вы уже могли заметить, я тщательно подбираю своих жертв и уделяю пристальное внимание к образу жизни. Мясо должно быть высшего качества, поэтому мне и в голову не приходилось заглянуть к вам в лавку на обед. Все в городе, похоже, довольствуются малым, хотя я уверен, что соусы кельдят просто шикарные. До встречи вас, ваш Джей. Так, на этом моменте я тогда предлагаю закончить данную серию. Увидимся в следующей. Если вам нравится игра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А на сегодня у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok